Мотокросс на льду Спортивные квадроциклы, питбайки, кроссовые мотоциклы. Всего на соревнованиях представлено 7 классов мототехники. Возраст участников также варьируется. От 60 и до тех, кто еще пока даже паспорт не получил. Заниматься мотоокроссом мне понравилось. Я училась на мотоцикле, мне понравилось кататься и я захотела. Сегодня хочу занять я призовой какой-нибудь. Конечно, все очень нравится. Просто супер. Молодцы. Хорошая организация. Много прекрасных людей, много знакомых. Очень весело. Музыка динамичная. Ну, такое представление замечательное. Вообще все круто. Заниматься спортом Павел Войтов начал давно. Сначала участвовал в велосипедном мотокроссе, но после травмы пришлось взять большой перерыв. Пять лет назад сел на питбайк. Говорит, хоть денег на эту дисциплину и тратится больше, зато шансов покалечить себя значительно меньше. А эмоции те же. В любом виде спорта самое главное – это адреналин и точка кипения. Борьба с собой, с выносливостью своей и, конечно же, тренировками. Если ты не тренируешься, то ты едешь плохо. Всегда тренируешься и завоевываешь места. И самое главное – это стремление к победе. У гонщиков этого стремления не занимать. Даже призы для них далеко не главные. Ведь ни один кубок не сравнится с тем напряжением, которое тебе дает хорошая гонка с отличным соперником. Александр Шишов, Павел Игнатьев, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ. Александр Шишов, Павел Игнатьев, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.